Всем привет! Вы на канале SEOQuick, меня зовут Николай Шмичков и сегодня мы поговорим про новую метрику, которая стала популярной буквально эту неделю. Это так называемый показатель ENP или Interaction to Next Paint. Это новая метрика, которую использует Google для измерения того, насколько быстро ваш сайт реагирует на взаимодействие с пользователем. Вы скажете, очень похоже на First Input Delay. Да, она похожа и на самом деле я решил покопать информацию, а вы об этой метрике скорее всего узнали. Если следите за своей почтой и вам Search Console прислал соответствующее уведомление, что ваш показатель ENP низкий и вы, наверное, ищете информацию в интернете, я в этом подкасте постараюсь рассказать все, что вам нужно знать об этой метрике, к чему готовиться и, конечно же, что мы о ней в целом знаем. Это метрика, инструмент, который вводился ранее. Он был в API Google и ранее он значился как Experimental Interaction to Next Paint. И эта метрика будет удалена через 90 дней, как сказали, 8 августа 2023 года, а ее заменит теперь Interaction to Next Paint. То есть эта метрика уже существует в API при запросе анализа показателей этой страницы. Что это значит? Давайте на пальчиках. Это показатель, который измеряет, сколько времени проходит между взаимодействием с пользователем, таким как щелчок, нажатие клавиши и когда он увидит возобновление любого элемента на странице. То есть при нажатии на кнопку, сколько времени происходит задержка по появлению элемента. Есть определенные метрики. То есть, условно говоря, вот мы делаем User Interaction, потом происходит обработка этого User Interaction и происходит Next Paint, отрисовка. Три взаимодействия. Человекчик что-то нажал, происходит какая-то задержка и происходит обновление, появление этой информации. Здесь идет задержка ввода, обсчитывается информация отдельно, время обработки, это сколько времени обрабатывается пункт в JavaScript взаимодействия и, конечно же, задержка презентации, пересчет макета страницы и рисование содержимого страницы. Вот этот EMP имеет определенные показатели. Хороший EMP должен составлять менее 200 миллисекунд. Если же ваше значение более 500 миллисекунд, это плохо. Этот показатель Next Paint станет важным показателем с 2024 года, а если быть конкретней, в марте. И он станет фактором ранжирования. То есть, что мы имеем на сегодня? Мы имеем новую метрику, которая была ранее экспериментальной, теперь является фактической метрикой, она добавлена в Search Console, она измеряется в PageSpeed, по ней уже есть соответствующая документация. И, конечно же, мы знаем, что она, не являясь фактором ранжирования сегодня, станет им через примерно 9 месяцев. То есть, метрика скорости ранжирования новая уже есть сейчас. Лучший способ уменьшать этот показатель, конечно же, все будут искать, как это делать. Давайте разберем основные нюансы, на которые нужно обратить внимание. Лучший способ уменьшить этот EMP, это уменьшить объем процессорной обработки, которая происходит на вашей странице. Вы можете записать больше кода асинхрона, чтобы пользователь получал немедленное обновление пользовательского интерфейса, даже пока работа еще продолжается. Во-вторых, оптимизация EMP включает в себя профилирование вашего собственного кода веб-сайта, а также проверку сторонних сценариев, которые могут сделать ваш сайт менее отзывчивости. Можно это делать в специальном профилировщике производительности DevTools. Я постараюсь ссылочку опубликовать в нашей Telegram-группе. Вы можете зайти, посмотреть. Я там опишу по поводу этого инструмента отдельным постом. Что нужно, конечно же, уменьшать? Чтобы уменьшить компонент задержки в ADNP, уменьшите и разбейте фоновую активность центральным процессором в основном потоке. При посмотре лабораторных данных вы можете посмотреть на метрику общее время блокировки, чтобы увидеть, есть ли фоновая активность, которая блокирует взаимодействие с пользователем. Если сторонний код отвечает за фоновые задачи, проверьте, можно ли настроить код, чтобы уменьшить объем работы, или можно загружать сторонний скрипт только при необходимости. Как же тогда поступать, если ваши кнопки там требуют долгой процедурной обработки после нажатия? Самым простым вариантом будет показ так называемой строки загрузки, спиннера, что там что-то крутится, крутится, и запустить setTimeout отклик, когда она закончится. Конечно же, можно разделять нагрузку на процессоры в зависимости от того, с чем происходит взаимодействие. Я не программист, детально сказать не могу, но есть соответствующая уже документация на DevTools, как это все делать. Полезные ссылки я, конечно же, оставлю в нашей Telegram группе. Что на что еще нужно обратить внимание? Например, такие элементы, как предупреждение, там, джаваскриптовские алерты, так называемые. Когда мы показываем что-то, его подтвердит действие, они выполняются синхронно и блокируют основной поток страницы. Фактически, в этот момент они могут учитываться в общей задержке взаимодействия. И потом вот эти попапчики встроенные, которые всплывают, они могут повлиять на этот показатель. Величина задержки представления, конечно же, будет зависеть от сложности страницы и объема обновления страницы. Если рейдеринг содержимого страницы происходит медленно, рассмотрите возможность показа только важного собедержимого в верхней части страницы, чтобы доставить следующий кадр. Собственно, давайте сравним эти две метрики, чем FID и NP отличаются. FID измеряет только начальную задержку обработки, тогда как NP измеряет полное время между вводом данным пользователем и обновлением пользовательского интерфейса. То есть, если ранее First Input Delay фактически отображал только первичную задержку, пока страничка грузится, можно было легко делать страничку, которая быстро загрузилась, а там все кнопки могли тормозить и все могло работать некорректно, то NP фактически учитывает наибольшую задержку между этими взаимодействиями. Задержка первого ввода фактически измеряла, сколько времени требовалось браузеру, чтобы начать обработку пользовательского ввода. Он учитывает эти данные только в первый раз, когда пользователь взаимодействует со страницей, особенно для страниц, которые, считаю, остаются открытыми в течение длительного времени, таких как одностраничные сайты, одностраничные приложения. Это взаимодействие может не отражать реальный пользовательский опыт, а сама странистика может тормозить в зависимости от нажатия на кнопки. Если вы задумаетесь, а как Google измеряет эти метрики? Как он измеряет этот EMP-показатель на самом деле? Если вы думаете, что обычный запуск пейдж-спида даст полную информацию, на самом деле, если вы смотрели мои ролики про скорость сайта, есть два вида метрик – полевая и синтетическая. Синтетические – это те, которые вы можете запустить в лаборатории, потестить и понять результат. А вот EMP является полевой метрикой, и информация собирается непосредственно в отчете опыта использования хрома, браузера хрома. Фактически, вы можете написать такой сценарий взаимодействия с пользователем в лабораторной среде для сбора лабораторных данных для EMP, то есть нажатие на кнопки, взаимодействие с кнопками и произвести такого рода измерение. Но у меня есть очень сильное и стойкое подозрение, что современные тулы этот показатель нескоро начнут полноценно измерять. Единственный способ получения EMP данных – это будет запрос по API, пейдж-спиду и получение этих данных из полевых измерений гугла. И на что я бы еще обратил внимание, какие учитываются взаимодействия. Это щелчки мыши, нажатие на серцерном экране и нажатие кнопок на клавиатуре. Показатели, какие не учитываются, это наведение мышкой и скроллинг. Скроллинг мышкой, скроллинг пальцем. Поэтому на что я бы обратил внимание. Где можно измерить этот показатель? Конечно же в статистике Google PageSpeed. При тесте скорости сайта через специальные тулы, например, вот есть у DebugBeer классный тул по оценке. У него же есть и расширение для сайт-спида, для хром. Можно, конечно же, в Search Console увидеть, но и в библиотеке WebVitals. Ссылочки все я предоставлю в описании в следующем посте в Телеграме. Я его помечу соответствующим хэштегом. Ну и, конечно же, давайте тогда пройдем по самым ключевым вопросам, которые задает аудитория. А что им делать? Конечно же, за что браться, за что хвататься? Не нужно посыпать голову пеплом, как я уже писал у себя в посте. Эта метрика фактически является свежей. Она будет пока что еще обкатываться. Она будет собирать данные. На сегодняшний день она выкатила вам данные реального пользовательского опыта. У вас целых 9 месяцев до марта 2024 года, чтобы решить вопросы по этому показателю. Потому что только после этого, после марта 2024 года, этот показатель официально станет фактором ранжирования. И будет влиять на ранжирование ваших сайтов в первой десятке-двадцатке. Работать нужно будет оперативно. На что бы я обращал внимание? Конечно же, все ваши основные страницы, которые приносят вам трафик, произвести реальный замер взаимодействия пользователя с теми элементами, которые я перечислил. То есть, программистам добавятся работы. По одной причине, фактически вам не дадут четкого технического задания, что конкретно исправлять. Некоторые решения иногда приходится решать креативно, то есть, возможно, решением каких-то скриптов. То есть, обычными там, какими-то командами в консоли вам здесь, возможно, не выкрутится в коде. Ну и, конечно же, насущный вопрос, а где посмотреть страницы, у которых у меня проблемы с этим показателем? Я рекомендую, на самом деле, зайти в Search Console, выбрать основные интернет-показатели в разделе «Качество». И, конечно же, вы увидите в основных интернет-показателях волшебное уведомление. Показатель EMP заменят FID в Core Web Vitals в марте 2024 года. И там будет ссылочка на «Изучите проблемы EMP» на вашем сайте. При клике на этот раздел сразу вам покажется список страниц. И у многих там вы увидите, что там появились ошибки, начиная где-то с 20 июня. У кого-то раньше, у кого-то позже, но в этот период. Вы увидите показатели по группам разбитые страницы, и там будут показатели в миллисекундах, которые там, если у вас желтая зона, у вас будет больше 200, если у вас красная зона, будет больше 500. На самом деле, я рекомендую изучить этот показатель, посмотреть реальную статистику по страницам, далее открыть в PageSpeed и посмотреть, что конкретно замедляет каждую уникальную страницу. Напоминаю, тест полевой, не синтетический. Это значит, что данные собираются непосредственно из пользовательского опыта, а не при помощи теста и анализа на какой-то специальной системе. То есть проверить себя вы можете без всяких дорогущих платных сервисов. Просто проверить страничку в PageSpeed и посмотреть, что конкретно замедляет какой показатель, какие конкретные баги там выползают. Страничку нужно сразу давать веб-девелоперу, чтобы он сидел и разбирался, читал документацию и пробовал ее исправить. К чему это может привести? В целом, в ближайшие где-то вот эти 9 месяцев, даже чуть раньше, мы прогнозируем спрос на разработчиков, которые будут выполнять такого рода оптимизацию сайтов. А ведь потеря позиции приносит гораздо больше убытков, чем затраты на разработчиков. Второй нюанс это то, что не все разработчики, особенно фронт-энды, будут детально это все изучать. То есть на 100 разработчиков, я уверен, детально это выучит разработчиков 20. Вырастет ценник на эту услугу и ее будут отдельно продавать и пиарить, оптимизацию по EMP. Возможно, на украинском фрилансе, на опорке появится огромное количество разрабов, которые это освоят раньше всех и будут предлагать оптимизацию по EMP за какую-то сумму денег в час. Я тоже это прогнозирую, поэтому спрос на фронт-энд разработчиков уже в Твиттере анонсировали другие SEOшники, что Google анонсировал новую метрику, количество фронт-энд разработчиков увеличилось. Да, на самом деле здесь будет бум на квалифицированных разрабов. Многие будут менять разрабов, привлекать сторонних разрабов в свою команду именно благодаря вот этому нюансу. Потому что стоит, как говорится, проигнорировать этот показатель, вы потеряете все. Потеряете трафик, потеряете позиции и, соответственно, у вас упадут продажи. Да, моя волшебная формула. Игнорировать его нельзя. Просто нельзя. Еще раз говорю, у вас есть время, время разобраться, время изучить. Изучите детально каждую страницу. Я, как SEO-специалист, могу лишь сказать одно. Каждый сайт уникален. Каждое CMS уникально. Каждый самописный сайт тем более уникален. Проблемы даже внутри сайта отдельных страниц тоже уникальны. И каждая проблема с этим показателем теперь фактически является головоломкой для разработчика, а не для SEO-шника. Хоть и этот показатель напрямую влияет на SEO-продвижение. Он напрямую будет влиять в скором будущем. Как мы и ранее говорили Core Web Vitals, когда вводился показатель, говорили, что он скоро начнет влиять. Он уже влияет. Сайты с низкими показателями, страницы с низкими показателями из выдачи начинают выпадать. И они уже выпадают больше года точно. И мы это тоже замечаем и изучаем. А вот по поводу вот этого нового показателя. Он очень может сильно подкосить сайты, у которых старые CMS, где-то глючные CMS, у которых кнопки взаимодействуют с задержкой, тупят. У которых поп-апы вылазят раньше времени. Это, кстати, касается в основном наших сайтов, у которых сейчас выбор языка. Они тоже могут очень сильно провалиться из-за этого. Ну, я прогнозирую серьезную тряску на рынке среди веб-разработчиков. Спрос на этих веб-разработчиков. Это такое, что будет в ближайшие месяцы точно. Студии, которые занимаются разработкой сайтов, для них будет сразу головной болью продумывать сайты, которые оптимизированы по этому показателю. Иначе они будут проигрывать конкуренцию тем, кто это сделает раньше. Поэтому, да, я считаю, что сегодня нужно вовремя перестроиться, чтобы успеть к этому времени. Успеть заработать на этом денег, в частности, я имею в виду про веб-разработчиков. А сайтом вовремя решить эту проблему, а не решать ее в последний день. Потому что, я еще раз напоминаю, этот показатель является историческим. Если вы, условно говоря, в феврале поправите этот показатель, в марте у вас все равно останется старая метрика низкого показателя. Нужно, чтобы статистика постоянно набиралась, и он берет данные за последние 28 дней минимум. И если мы будем считать, что он берет данные из хрома, десктопный опыт тоже имеет значение. Многие думают, у нас мобильная версия, нам весь трафик с мобилки, нам все классно. Поверьте мне, если вы десктоп проигнорируете, на десктопе сделаете, допустите ошибки, вы просядете и по десктопу тоже, и по мобилке тоже. Потому что, блинная доля браузеров мобильных, на самом деле, это десктопный хром. Мобильный хром некоторые могут и не юзать, на самом деле многие могут использовать оперу. Я, например, использую Safari, чистый родной, без всяких дополнительных браузеров. Он эти данные не собирает, он не может получить эти данные с этих браузеров. А вот с хрома, который на десктопе, наверное, у каждого стоит, он собирает эти данные. Поэтому, я считаю, что десктоп тоже нельзя игнорировать. Нужно делать анализ и по десктопу, и по мобильной версии аналогично.